Благословение в хороших отношениях, в хороших взаимоотношениях с Богом, в хороших отношениях везде. И я верю, что это слово дал мне Господь. Я рассказывал, как оно получилось. Вы знаете, в одно воскресенье, вот так перед началом пения, один из наших братьев, певцов, и он молился, он сказал такие слова. «Господи, мы желаем иметь хорошее отношение с Тобой». И вы знаете, у меня как щелчок, вот это Твоя тема проповеди. Ну, а я еще, меня никуда никто не приглашал, и никто не говорил, проповедуй деду. И тут брат Павел звонит, братья, желаете проповедовать в воскресенье? Вот и так родилась проповедь. Мы так ехали с женой в машине, вот я говорю, что я буду себе проповедовать сегодня. Она говорит, как себе? Обычно кому-то проповедуют все время. Я говорю, ну я сегодня себе буду проповедовать. Потому что в отношениях, ну я же не идеальный, во всех отношениях не идеал, знаете, чтобы, значит, надо меняться. Вот наш пастор Богдан проповедовал, трансформация, да, обновление ума. Значит, надо трансформация. Мне же тоже надо трансформация. Кому-то тоже с нас надо, да? Вот. Она говорит, ну так может и у меня не все в порядке. Я говорю, вот и тебе буду проповедовать. Будешь слушать. А может быть еще в зале кто-нибудь найдется. Тоже скажет, у меня не все нормально в этом, в отношениях. Тоже надо. Значит, все будем вместе учиться. Вот. Поэтому я расскажу два момента. Вы знаете, вот был такой момент о дым жизни. Вот. Может кто-то знает, не знает. Вот. Я ехал с миссией. У меня была проблема с финансом. Я вот так молился в поезде. Я говорю, Дух Святой, мне надо финансы. А я знаю, что у тебя их очень много, и ты знаешь, как их взять, и от кого, и как их дать. И вы знаете, я так сижу, рассуждаю, говорю, как ты мне будешь давать их? Не то, что я, ну, в панике, что меня нету. Я говорю, как ты будешь мне давать? То есть я говорю за отношения, за общения, которые вот в нас должны быть, да, как верующих, и потому что Дух Святой – это наш, да? Христос сказал, пошлю вам Духа Святого, Те, который с вами пробует, и у вас, что век будет, то есть с вами он будет. То есть он со мной, я еду вместе с ним, и у меня нету денег. Я говорю, как будешь деньги мне давать? Ну, так диалог веду, с ним рассуждаю. Я говорю, я не знаю, но надо же деньги, мне надо ехать еще полтора суток, чтобы добраться. Вот, и вы знаете, я выхожу в Питер, на московском вокзале, перехожу на Варшавский, там недалеко, и это было 6 часов утра. И я так иду на вокзал, денег нету, но я иду. И я подхожу, и так киоски стоят, как обычно, знаете, у нас всегда киоски возле вокзала. Вот, никого нету, и за киоском вылетает кучка денег. И она прямо у меня под ноги. Я взял, собрал их, поднял их к небу, говорю, Иисус, спасибо тебе. Положил в карман, и я поехал. Пошел и поехал домой, хватило мне еще на обратный билет, назад на север. То есть проблема решена. Общение Духа Святого и ходатайство Его. И видите, как Он все делает. Второй пример расскажу, негативный. Потому что мы же не только можем принимать хорошее, написано, да, но и плохое. Хочешь, не хочешь, но, видишь, так обстоятельства получаются. Вот, приехал однажды ко мне один доктор. Хороший человек, специалист, доктор, ну, знаете, еще точно. И он приехал, у него были духовные проблемы. Проблема состояла в чем? Я очень кратко расскажу. В чем состояла проблема? Когда он был холостяком, он учился, ну, в этих заведениях. И он там познакомился с девушкой. Прекрасная, хорошая, красивая. Но стал выбор. Когда он хотел ее на ней жениться, он был верующий, она так посещалась ради него. Но ее отец сказал, если ты отречешься от своего Бога, тогда ты сможешь забрать мою дочь в себе, в жены. И он, говорит, я целый месяц, я мучился. Я сказал, все, мы расстаемся, у нас ничего не будет. Но я целый месяц, я мучился, я мучился, я мучился. И у меня уже мысли такие, чтобы сделать самоубийство. Вот машины куда-нибудь, во враг, говорит, заедь, и конец будет. И никто не будет знать, почему, что случилось. И, говорит, уже такие мысли были. Но, говорит, я не выдержал, и все же таки я поехал к отцу. И я отрекся от Бога. Я внутри понимал, что я теряю отношения с Богом. Я понимал это. Но я внутри, как бы, ну, веря в то, что я верю в Него, но я вынужден был сказать вот эти слова. И, говорит, я их сказал. И он отдал мне. И они прожили 13 лет вместе. И, говорит, я понял, что мне нужно опять отношения с Богом. Я понял, что мне некуда деваться. У меня уже сыновья, уже, думаю, 13-14 лет. Вот, хорошая семья, примерная семья, все. Но я понял, мне нужно отношения с Богом. И я стал искать Бога. И я опять пошел в церковь, я покаялся. Когда я, говорит, когда я покаялся, вот мне стало что-то плохо в духовном мире. Вот с этой проблемой он приезжал ко мне. Когда мы решили эту проблему, ну, это уже был период до этого времени, жена подала на развод. Когда я поехал в ту семью, я говорю, зачем ты это все делаешь? Вот. И она сказала, я не хочу с этим психом жить. Я хочу жить отдельно. Я хочу бизнес все разделить, забрать бизнес. Ну, цель была забрать бизнес и уйти от него. И вы знаете, когда я стал тем, который помешал это все сделать, если бы вы слышали, как она меня обзывала с самым последним человеком, который есть в мире, с самыми грязными словами, что можно только сказать в адрес человека, она говорила это все мне. И он все это слушал. И когда она закончила это все, и он говорит, брат Степан, а вы сможете ее простить? Я говорю, слушай, я на ее даже не обиделся. Понимаете, вот как иногда в жизни бывает, ты никогда не подумаешь, откуда оно может это все пройти? Как сатана может все это сделать? Через своих слух. Но как хорошо, когда твои отношения с Богом на такой высоте, что ты игноруешь вот то все, что было от лукавого, ты не принимаешь за чистую монету, как говорят, да, но ты знаешь, кто ты во Христе. Ты знаешь, на какой позиции ты стоишь. Если ты стоишь на такой позиции, у тебя всегда будут отношения и с Богом, и с окружающими будут прекрасными. Аминь. Да благословит Господь, братья и сестры. Дальше. Читаем Иоанна 17 глава, 20 и 21 стих. Это то, что Иисус молится, молится об учениках и молится о всех нас. Смотрите. Не о них же только молю, но и верующих в Меня по слову их. То есть они, ученики, будут проповедовать слово. Вот. И я о них молю. Так же самое, что чтобы и они имели, что, хорошие отношения. То есть Иисус говорит, Отец, так как мы с тобой имеем хорошее отношение, одно целое, и я хочу, чтобы и твои ученики, и что? И те, которые поверуют, так же само, что имели хорошее отношение между собой. Это цель Иисуса Христа. И я думаю, что она не просто, так было сказано, это есть желание самого Иисуса Христа, чтобы церковь, живой поток, что она была в единстве, в едином духе, чтобы эти все взаимоотношения были на высшем уровне, да, то есть на таком уровне, где бы мы могли быть благословением для других людей. Вы знаете, это евангельская позиция. Так нас учит Слово Божие. Поэтому, видите, в сопутствии всегда отношениям это что? Когда мы верны друг другу, правда? То есть, когда мы доверяем друг другу, когда мы послушны друг другу, да, когда у нас есть взаимоотношения, когда мы доверяем друг другу. Вот, знаете, как мы верующие, вот, особенно, не знаю, ну, сейчас, как, ну, старые наши поколения, представьте, там все было просто. Никто ничего не закрывал, ничего. Приехал в гости, вот, брат, тебе то, 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 все, я поехал на работу, ты там эту, другую, третий, да. Никто не проверял. Но потом пошло совсем по-другому. То есть, доверие было. Вот. И поэтому в отношениях всегда доверие. Это наше общение, это наше взаимопонимание, братья и сестры. Ну, все то, что сопутствует тому, чтобы что? Чтобы были крепкие, хорошие отношения. И давайте так. Первое возьмем из чего? Из любви может ли строиться, без любви может ли строиться хорошее отношение? Я думаю, что мы понимаем, что никогда. Никогда. Если даже сам Бог сказал, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, крепостью и всем разумением, да, то если ты его возлюбишь, то что? Это и есть. Вот это взаимоотношение. То есть ты любишь Бога всем твоим разумением, крепостью, всей жизнью твоей, а со стороны Бога что? Бог свои обещания. Он так же само исполняет, то есть не остается в долгу, как говорят, да? То есть Бог видит твое сердце и на твое вот расположение, на твою любовь Он всегда отвечает чем? Взаимностью. Потому что Бог милосердный, Бог есть любовь, да? То есть эти все атрибуты говорят о том, что Бог видите, насколько сильный в своей любви к человеку и обращается к человеку, если ты возлюбишь меня, да? То есть говорит Бог, видите, будет хорошее общение, в будущем хорошее благословение. И говорит дальше, возлюби ближнего, как самого себя. Если любишь Бога, то ты возлюбишь ближнего. Если ты не любишь Бога, не будешь любить ближнего, будешь притвораться. Любовь будет притворная. Если я говорю о евангельском принципе, потому что взаимоотношения могут быть разные, они будут выгодны, они могут быть бизнесованы, по бизнесу какие-то там, ну, другие вот такие все материальные вещи, которые в жизни, вот, они могут строиться отношения, но я говорю сегодня о библейных отношениях, то есть те, которые записаны в Евангелии, вот, и согласны движения слова и Духа Святого, которые должны пребывать в нашей жизни, в нашем разуме, в наших отношениях. Вот это, что говорит Библия. Поэтому, видите, любовь, она говорит за это. Когда читаем, мы с вами Коринфлином, да, 13 глава, все знаете ее, да, очень прекрасная глава, но она такая тяжело к исполнению, но я думаю, что когда идет помазание Духа Святого, то она легко исполняется. 13, я просто выбор, что некоторые слова возьму, 13, 14, любовь долготерпит. Скажи сам себе, ты долготерпишь? Я долготерплю? Мы долготерпим? Или мы срываемся? Да? Как оно бывает в жизни? Поэтому замечайте эти все моменты и можете уже, можете уже каяться, то есть можете в мыслях каяться уже, Господи, да, я не могу этого долготерпить, да, Господь, я уже каюсь, а еще можем потом печатью затвердить в конце, помолиться, чтобы, знаете, уже было с печатью все, как должно быть. Да, то есть любовь долготерпит. Дальше говорит, она что? Милосердствует. То есть проявление что? Милости. Да? Проявление милости. Серебра, золота нет, но что имею, то даю, что даешь? Во имя Иисуса Христа встань и ходи. То есть когда проблема, когда что-то, вот такие моменты происходят, то что? То ты не насмехаешься, ты не ставишь пример в позор и так дальше, да, но ты проявляешь что? Милосердие, так делает любовь. И она что? И она тогда делает взаимосвязь, она тогда делает хорошие отношения. Вот смотри, какой хороший человек, да, он сделал то, он сделал то, он другое, и третье. Хороший человек, он построил нам в Хинсиновову и так дальше. То есть милосердие, дальше не завидует. Любовь не завидует. Братья и сестры, сколько у нас, сколько зависти. Представьте, сколько зависти. Если бы мы сейчас ее сбросили в ту зависть, где-то определенное какое-то место, то я не знаю, сколько там ее было бы. Сколько мы завидуем другим людям, в которых успех. Кто-то лучше скажет, кто-то лучше споет, кто-то лучше зарабатывает, кто-то лучше одевается, кто-то лучше транспорт имеет, кто-то лучше дом имеет, и все кто-то лучше, кто-то лучше, а у тебя все нету. И начинается, да? Жена на мужа, муж на жену. А ты не можешь, а другой может, а ты то, другое. Смотрите, сколько вот это приносит беды и гора, разрывая отношения, вот эта зависть. Братья и сестры, поэтому кайтесь в зависти, кайтесь, это не наше, это не евангельское. Апостол Павлу говорит, что быть благочестивым и довольным в любое время, в любых обстоятельствах, чтобы тебя не постигло, ты что? Ты доволен, и ты славишь имя Бога. Вот это евангельская позиция. И ты славишь имя Иисуса, если даже, как пастор говорит, если ты даже и не понимаешь, почему, но ты славишь Бога. Вот это хорошая позиция, братья и сестры. И дальше говорит, что не бесчистствует нищего своего, не раздражается. Не раздражается. Вот, вы знаете, вот, когда вы выезжали из дому, вот, когда выходили из дому, у кого было раздражение? Кто кричал на жену, кто кричал на детей, вот, и так дальше. Происходило, да, сто процентов происходило. Потому что это жизнь, и оно все происходит. Но слово говорит, что не раздражается. Почему? Когда раздражается, тираешь отношения. Вот накричи на жену, да, и все. Жена что-то на мужа, все, осадок, да. Так само на детей, все, уже пошло какие-то осадки, все. То есть раздражение, что разрушает взаимоотношения. Разрушает. Не надо этого допускать. Видите, как нужно над собой, чтобы бодрствовать, чтобы вот такие вещи не происходили. И едешь в церковь, да, и вот по дороге там, в машине, может быть, поскандалили там, и едем в веселые. Пришли к дверам дома молитвы. Аллилуйя, слава Богу, все хорошо. Да не хорошо. Может быть, оно там осадок. Поэтому этот осадок нужно будет сегодня здесь оставить его. Просто оставить его, чтобы его больше не было. А чтобы возвращаться в мир, в любви, в радости, да, слава имя Господа, так как ученики после вечери Господней. И дальше мы читаем, что не мысли зла, и все покрывает. Не мысли зла. Вот сделали тебе плохо, больно, так сделали, да, вот как вот мне сделали, да, сделали вот так, но оно даже не коснулось меня. Потому что я знаю, что из какого источника вот это все исходило. Поэтому, если мы держим духовный уровень в нашей жизни, имея общение с Духом Святым, то вы знаете, те люди, которые нас оскорбляют, обижают, говорят, что-то в нас адрес непонятное, да, что может быть, даже оно не адресовано нам, то ты его не воспринимаешь, ты не защищаешь себя, ты не разрываешься в том, ты не воздаешь, ты не делаешь этого. Почему? Потому что ты видишь на то человека, и тебе его жалко. Потому что, может быть, иногда и сатана его использует для того, чтобы разрушить твой мир, твою семью разрушить, разрушить, чтобы у тебя не было хороших взаимоотношений там с другими братьями, сестрами, может быть, даже в семье. Он все это может сделать. И когда ты бодрствуешь, наблюдаешь, ты просто не обижаешься, но ты господствуешь над тем, что происходит. Когда ты господствуешь, оно тебя не коснется. Но когда ты не господствуешь, и оно берет на тебя вверх, оно обязательно тебя поразит. И эта стрела, она тебя сразит, и ты тогда будешь уже, ну, попадешь. Вот такие моменты, они бывают, братья и сестры, поэтому да сохранит нас Господь. Давайте мы будем дальше. Давайте посмотрим на такое качество, как верность. Верность. Верность, она всегда что, скрепляет, правда? Она скрепляет отношения. Если взять так, муж, ну, не муж, например, вот так в образе себе возьмем, да, так, Бог, муж и жена. И вот такая веревка, и как вы говорили, как втрое скручено, да? И вот эта веревка, и вот три конца, Бог, муж и жена. И если они все трое, да, хорошенько так все в один скручены, то что? Это сила. Это сила для победы. Это сила на отражение от всяких таких стрел. Это сила, чтобы защитить семью. Это сила, чтобы отражить всякие стрелы лукавые. Это сила, потому что ты же, ты не один, а уже ты, твой муж и Бог, да? И вот противостояние против всего, что на тебя идет. Представьте, как хорошо тогда победить. Как хорошо побеждать, когда вот происходит именно вот такое сочетание, где у нас такой крепкий контакт, где у нас хорошие отношения, и Бог дает нам победу. Поэтому, смотрите, Луки, вот, четвертая глава, вот, шестой и восьмой стих. Там говорится о том, что Иисус Христос, вот, давайте прочитаем, и сказал ему дьявол, дам власть над всеми этими царствами и славу, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Так, кстати, она предлагает Иисусу Христу, да? То есть, смотрите, власть, царство, сила, все. Сколько сегодня мы можем слышать в наш адрес таких предложений? Нам могут предлагать вот то, вот то, вот то, пожалуйста, сделай так, вот, как я вот, примерно, зачем тебе Бог, вот, смотри, прекрасная моя дочь, возьмешь, будешь жить шикарно, хорошо, зачем тебе это все? То есть, предлагает сатана, предлагает бизнес, да, то есть, давай все, друг, вот, третье. Братья и сестры, не проблема в бизнесе, но проблема в том, что, если ты неправильно себя поведешь в этом направлении, то что, ты потеряешь отношения с Богом. И если эти отношения теряются с Богом, они перерастают, они переходят в семью. И когда переходят в семью, естественно, первое, кто жена. Когда жена, что, идет, непонятные, идут разборки, не могут поделить финансы, как, что, куда, и все, сатана все рушит, и близки к разводу. Понимаете, в чем суть состоит? Не в том, чтобы иметь, но в том, что неправильная мотивация, неправильный подход человека к этим вещам, и он начинает вот эту, в семье делать вот эти все неправильные отношения, то есть, и начинается беда, и горе. Братья и сестры, поэтому Христу он предлагает, поклонись, и я тебе все дам. То есть, ты разорви отношения с своим отцом, а поклонись мне. То есть, давай иметь отношения со мной. Да, сатана ему предлагает. Но Христос, что он говорит? Отойди от меня, сатана. Потому что написано Господу Богу, что служи, и ему одному, что поклоняйся. Братья и сестры, вот это и проблема, что когда мы в нас вырастают какие-то идолы в нашей жизни, что мы уклоняемся от общения с Богом, и наш взор, или наш взгляд, или наши интересы, они переходят в какое-то другое направление. И когда они переходят, что мы теряем общение с Богом. Вот это проблема. Вот, и поэтому, видите, Христос и молился за то, чтобы мы всегда были в общении нашего Господа. Почему? Я бы так задал вопрос, может быть, почему именно у Христа была такая сила? Он же был человек, как и мы на земле, но Он мог это все сделать, Он мог противостоять. Когда мы читаем, смотрите, первый стих говорит, Иисус исполнился Духа Святого. Иисус исполнился Духа Святого, когда возвратился из Иордана. Что там было на Иордане, там мы читаем, что сошел Дух Святой в виде голубя на Иисуса, и Он поведен был. То есть, сошел Дух Святой, и Он в силе Духа Святого отражал вот эти все желания сатаны, предложения, которые Он ему предлагал. Вы знаете, поэтому я понимаю, что так, как написано, вот в деяние апостола мы читаем, что когда сойдет на вас Дух Святой, то есть, вы обличете в силу Духа Святого, то есть, вы обличете в силу, в силу для чего? Для того, чтобы противостоять подобным вещам, которые происходят в нашей жизни. Есть ли вот такие желания, вот такие предложения и так дальше, знаете, много их есть. Вы знаете, в мое время, когда открылось только вот этот весь союз рушился и проповедь Евангелия стала доступна во все концы, вы знаете, я выбрал своей стороны, я выбрал не Германию, не бизнесы, не гонка машин, не продажа, я выбрал то, чтобы ехать на север и проповедовать людям Евангелие. То есть, в нас выбор стоит, или ты выбираешь то, что к чему ты стремишься более всего, как человеческое, или ты выбираешь то, что есть Божие. И вы знаете, я сказал, Господи, я понимаю, у меня будет нищета, у меня будет, может быть, голотовка, у меня не будет нормальной жизни, у меня не будет нормального, где спать и где даже душ принять, я это все понимаю, но я это выбираю. И я выбрал общение и с Духом Святым, и, естественно, я уехал проповедовать. Другие мои друзья все, они на Германию, они машины гонят, они продают их, они бизнеса устраивают, они дома себе, коттеджи строят и так дальше. И вы знаете, один раз приезжаю, и один из моих друзей, он пригнал уже, говорит, вот это 50-я машина Бэха, БМВ. Говорит, 50-я машина, он уже пригнал и уже строит коттедж себе. И он предлагает мне, ну возьми, прокатись. Я говорю, да что тут, что тут кататься? Просто кусок железа. И я ему говорю, слушай, остановись. Вот так и говорю. Я говорю, слушай, остановись, потому что ты уже не туда пошел. Может, на дороге появится шламбаум. И вы знаете, я только уехал на север, я приезжал тогда в отпуск, я только уехал на север, и мне звонят, он погиб. Просто он ехал, врезался, ночью ехал, возвращался где-то с Польши, не знаю, и он в это дерево, и он насмерть сгорел в машине. Вот видите, что творится, когда человек теряет общение с Богом? То есть, приоритеты уже совсем другие. А если бы приоритеты то, чтобы наслаждался в Духе Святом, может быть, где-то время молился за кого-то, может быть, где-то время проповедовал, что-то делал доброе дело во имя Иисуса, может быть, этого не было. Видите, иногда мы сами снимаем с себя охрану. Иногда люди говорят, о, Бог его наказал. Слушайте, милые имя, Бог не наказывает. Когда ты отступаешь от Бога, когда я отступаю от Бога, когда мы теряем с Ним отношения, вот тогда Павел говорит, не давайте место дьяволу, и мы даем возможность, куда он врывается в наши семьи, в наши сердца, в нашу жизнь и начинает все корожить. Мы говорим, Бог это делает. Не Бог делает, мы это сами допускаем, и мы это все даем возможность. Поэтому хорошие отношения с Богом, с Господом, видите, они всегда вот есть благословением для нас, братья и сестры. Поэтому пусть Бог нас благословит. Расскажу еще один такой момент, знаете, тоже был в моей жизни. Однажды один чиновник, он пригласил меня к себе в кабинет. И когда ему приехали к нему кабинеты, он раз и дверь закрыл на ключ. Вот думаю, а знаете, в те времена это было в России, думаю, ну, что-то серьезное, ну, думаю, что, знаешь, что может быть. Вот открывается стола вот эту шухляду, я думаю, он туда пистолет достает, а он достает Библию и положил на стол. Я смотрю, интересно. И он говорит мне такие слова, говорит, Сепан Иванович, я слышал, что в вашей церкви есть хорошие сестры. Я говорю, да, а где лучше могут быть сестры, как не в церкви? Да? И он говорит так, я, говорит, 13 лет прожил с женой, мы никогда, у нас не было проблем, у нас были хорошие отношения, но что-то нарушилось. И наши отношения, они стали просто до развода. И он говорит так, и он говорит, и я решил, чтобы развестись с женой и в вашей церкви взять себе жену. Круто, да? Вообще круто. Не придумаешь, да, лучше? И смотрите, вот что происходит в человеке в разуме. Ну, я понимаю, человек не знает Бога. Ну, он так делает, потому что он услышит, что там есть лучшее, и он хорошего желает. Вот. И я говорю, хорошо, вот Библия, давай посмотрим Библию. И когда мы стали, я ему стал читать за семью, за благословение, то есть, как Бог к этому всему относится. Вот. И когда он послушал, он говорит, братец, я хотел бы, чтобы вы вечером в моем доме рассказали это жене. Я говорю, хорошо. Я приезжаю к ним домой в гости, и мы целый вечер сидим, и я им объясняю. И вы знаете, после того, они двое покаялись, вся семья покаялась, дети все покаялись, и еще у них дети народились, родились, и он сейчас постырует. Нормально, правда? Но кому-то надо было вот это все, чтобы повлияло, да, то есть, через кого-то Богу надо было вот это сделать. Поэтому, видите, я говорю, что наши с вами отношения с Богом, они есть благословением, что? Для других людей. А теперь давайте мы зададимся себе вопросом, посмотрим свою жизнь, на свои отношения с нашими родными, близкими всеми, то есть, все то, что нас окружает, и сами себе дадим оценку, являюсь ли я благословением для всех моих окружающих. Сами себе отвечайте. А если не так, то давайте уже кайтесь. Уже надо каяться. Уже надо, Господи, прости. А как дальше идти? А как дальше служить? А как дальше быть благословением? Как быть благословением, если нет отношения с Духом Святым? Когда есть отношения с Духом Святым, ты смотришь в призме, как говорится, Библии. Ты смотришь на 25 главу Матфея, где Христос говорит, я был там, болен, да, вы там, я был там, вы там, я был там, вы там. Вы все это сделали меньшему, сделали кому? Мне. То есть принцип Евангелия, отношения с Иисусом Христом. Если отношения разделяются с Христом, они далеки, я тогда смотрю, что на другие, на другие выгодные варианты. Я смотрю, где хороший, умный человек, где богатый человек, где можно с кого что-то взять, где-то кого-то можно обвести, кого-то обдурить, кого-то что-то другое сделать. Я смотрю с такой выгоды. Понимаете? В чем разница одних и других отношений? И поэтому библейские отношения, да, может, ты останешься, может, тебе нужно и жертву принести, может, ты останешься обиженным, как Слово Божие говорит, может, и такое быть, все может быть, ты останешься таким, но ты имеешь отношения с Богом. Вот это и цель нашей звери и наше с вами стремление. Хорошо, братья и сестры, время у нас идет еще быстрее, как утром шло. Вот. Хорошо, давайте еще один момент, и мы с вами будем идти. Вот есть еще такое, как послушание, да? Вот послушание Богу, послушание Слову, послушание по жизни, там, да, родителям, там, мужу, там, жене и все остальное. То есть, ну, все варианты, которые уже, как мы говорим, на земле, да? Но смотрите, когда Христос был еще на земле, Он своим сказан ученикам, не отлучайтесь, как я говорю вначале, да, не отлучайтесь, но ждите. И они были все там. И когда пришел Дух Святой, что? Они все наполнили, наполнились, и что? И дальше двинулись. То есть, они не остались, но они получили силу, и что? И вот эти их отношения, которые были с Духом Святым, были со Христом, видите, они переходят, что? Как бы в руководство Духа, под влечение Духа, да, под открытие Духа, и они идут, и дальше совершают. И что? И их отношения, они послужили к тому, что они пошли и были благословением для всех, кому они проповедовали. Кого-то исцеляют, кого-то освобождают, кто-то кается, и пошло движение. Почему? Потому что были хорошие взаимосвязь, видите, взаимосвязь, где Христос мечтает, Иоанн говорит, что мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. То есть, кому? Тебе, ко мне и всем нам, да? Мы придем и сотворим. То есть, они желают Дух, Отец, Сын, и Дух Святой, они желают, что крепкое общение с нами, мы придем к Нему, и у Него сотворим эту обитель. То есть, это обещание Бога, видите, о том, что Он желает быть, что в нашем сердце, и творить чудесную обитель. То есть, все самое лучшее Бог желает творить в нашей жизни. Почему? Потому что эти отношения, они будут служить благословением для других людей. Братья и сестры, поэтому Утешитель, мы читаем Иоанна 14, 26, Утешитель Дух Святой, Который пошлет Отец, вот здесь написано, что Он научит всему. Дух Святой научит всему. А теперь, какое отношение меня к Духу Святому? Может ли по моих отношениях Дух Святой учить меня? Если у меня есть отношение с Духом Святым, Он будет меня учить, я буду слышать Его голос. Если у меня нет отношения с Духом Святым, что? Как я Его услышу? Как Он меня научит? Естественно, у меня будут сбои вот в моей жизни, вот, и я просто себе так перечислил, если Дух Святой, Он научит меня любить Бога и любить ближнего. Так мы читаем, да? Он научит как мужа любить жену. Так написано. Написано. И Дух Святой научит, если ты не понимаешь, как, если будешь иметь общение с Ним. А то, знаете, сколько проблем, вот, была такая одна проблема, ну, я к этому, муж мне говорит, говорит, я ухожу домой, человек на работу вышел, идти ставил, только в дворе жена раз и закрыла. Скажи, что ты любишь меня. Он сказал, люблю. Ты неискренно сказал. Скажи еще раз, что ты любишь меня. Люблю. Ты все равно неискренно сказал. И говорит, брат, полчаса. Все, я не думаю, что вы такого. Представьте, и он стоит, и говорит, прямо перед ней, говорит, и полчаса, я не могу ее успокоить. И на работу не могу идти. Встала в дворе, в дворе стоит. Видите, вот такое бывает. Дальше, жена повинуется мужу своему. Нормально, по Писанию, по Писанию. Старицы, старики и так дальше, чтобы были степени, мудрые, не были там написаны клеветницы, мудро, мудро. Кто учит? Дуся той. Детям повиноваться, родителям. Кто учит? Дуся той, научат, да, из желания все. Вот члены, чтобы повиновались кому? По стырам, написано, чтобы не воздыхали и так дальше. Нормально? Нормально. Каковы наши отношения? Как мы можем относиться, вы знаете, по стырам, которые стоят, по суд, которые наблюдают, которые стараются, чтобы всем было хорошо. Какое наше отношение? Если не такого, им нужно каяться. Мы не все понимаем, я не все понимаю. Но я же не могу что-то делать, то, что не нужно делать. Мы, написано, призваны, что к миру, к созиданию, да благословит Господь, да. Вот богатым, как написано в нынешнем веке, что вот помогать бедным, да, то есть сострадать и так дальше. Вот делая добро всем во имя Господа, да, делайте добро всем, написано на паче своим, по вере. Кто учит Дух Святой, да, почитать сирот и вдов, кто будет учить? Дух Святой дает тебе расположение, дает тебе понимание, вот, дает тебе сострадание, вот, не быть сварливым и не завидовать. Вот эти такие моменты, я просто так выписал рукой себе, вот, знаете, которые насущны в нашей жизни, которые нам о чем-то говорят. Не быть сварливым, сварливым. Да, представьте, как хорошо мирный дух в семье, в церкви, в окружении, где бы ни было, как хорошо мирный дух. Представьте, и как трудно со сварливым человеком. Так что, что не так, каемся. Да, братья и сестры? Я тоже, я же не говорю только вам, я же себе тоже проповедую. То есть, я готов вместе с вами так же самое, каяться. Вот, и не завидовать дальше. Дальше мы читаем Иоанна 15 глава, 5-й сегуре. Христос сказал так, я лоза, вы ветвь. Без меня не можете делать ничего. То есть, даже нас, наши отношения, которые должны в нас выстраиваться, евангельские, как хорошие отношения, без Христа, без Духа Христова, что просто нереальны. Они просто рассыплются. То есть, они не будут стержнем. Они не устоят. Поэтому Христос говорит, я лоза, а вы ветви. Если ты прибиваешь на мне, на лозе, то что? Ты будешь сильным Духом, для того, чтобы строить сильные отношения. Ты будешь строить сильные отношения, если ты на лозе. А если ты на лозе, то тебя все увидят. Все увидят, что ты на лозе, да? То есть, что ты питаешься Духом Христа. Да благословит Господь. Братья и сестры, и дальше читаю Иоанна 3,20. Написано так, вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос и отворит дверь, войду к нему. Смотрите, как говорит Христос. Он не говорит, что я приду туда в такое-то время, займу такое-то место и буду там господствовать, и буду делать то, что мне угодно. Он говорит, я стою у двери твоего сердца и стучу. Я стучу в твое сердце. Вот даже то слово, которое сегодня мы слышали, да, какие наши взаимоотношения. Если у нас неправильные взаимоотношения, если они нарушены, если, может быть, они даже озлобленные, есть разные отношения. Если ты желаешь, чтобы исправилась твоя жизнь, может быть, ты устал уже даже, ты уже оттомился от того всего, уже просто жизни нету, и ты думаешь, как дальше жить, я уже не знаю, выхода, может быть, нету, ты думаешь, может быть, сегодня это слово, оно к тебе. Может, сегодня Господь тебе говорит о том, чтобы ты услышал это слово и Он говорит, что я стою у двери и я стучу, открой, я войду туда. Может быть, Он желает сегодня, чтобы вот эти отношения евангельские, да, они просто возродились в твоей жизни, в твоем сердце, в твоем духе. Может, Иисус этого желает, может дух стучится уже не раз и не два, но просто всегда какое-то непонятное движение, положение, все куда-то, все исчезает, что-то не получается. Может быть, это время, может быть, это время пришло для тебя, чтобы Господь исцелит твои отношения, внутренне, прежде всего, твои отношения, твои отношения с Богом. А если они исцелятся с Богом, пойдет исцеление и на твою семью, и на твой дом, и пойдет дальше все исцелятся вокруг. Почему? Потому что ты узнаешь, что такое Дух Христов почивает на тебе. Ты уразумеешь, ты вкусишь, как написано, как благ Господь. Ты вкусишь этого, может быть, до этого времени ты не вкушал его никогда, и ты не понимал, что там говорят за кафедрой, какое-то вкушение, какое-то прелесть, какое-то превосходство. Может быть, ты не понимал этого всего. Может быть, сегодня Дух Святой торкается, касается твое сердце и может хочешь сделать эту перемену. Может, Он и призвал тебя сегодня в это служение, чтобы что-то изменилось. Я верю, что просто Бог так не говорит. Если Он говорит, Он всегда говорит, Он знает сердца людей, потому что я молился, Господи, Ты знаешь каждое сердце, Ты знаешь, сколько ран сегодня, Ты знаешь, сколько беды, сколько горы сегодня есть в нашей семье, которые сокрыты. Мы-то этого не знаем, но я знаю, что люди, многие переживают эти печали, эти горы. Может быть, Дух Святой сегодня говорит Твоему сердцу, открой, и я войду. Открой, и я переменю. Открой, и я исцелю. Открой, и придет мир в Твое сердце. Открой,